предыдущее видео было посвящено теории я рассказал о том что нужно для того чтобы построить read-only контроллер а также что требуется и основные отличия для того чтобы построить writeable контроллер а также я показал некоторую схему зависимости ну собственно говоря можете посмотреть я думаю что это очень важно чтобы понимать как из чего что устроено так я переключился в студию давайте проверим что проект работает да вот он запустился теперь ну так мне по умолчанию кому требуется авторизация сейчас это проверим и нажимаю получить крещены любое обращение непосредственно контроллеру категория сходность не ошибку на отсутствует невозможно решить зависимости идентики контент менеджер судья сущности категории ну давайте ее создадим и эту самую необходимую зависимость это категория паблик класс категории менеджер правильно вот это у нас просто класс получился теперь как и говорил в предыдущем видео у меня есть базовая реализация entity менеджер называется категория так по-моему здесь требуется да здесь вот требуется категория create и ему отдала также соответственно категории апдейте апдейте моду теперь мне нужно имплементировать недостающие зависимости вернее достающие абстрактные штучки всякие здесь не требуется коментарий собственно игрокласс готов давайте запустим приложение проверим что он реально работает так я уже здесь нажимал вход у меня здесь кнопка да все совершенно верно сработало отлично и таким образом у нас получился тот самый вот менеджер сущности но по-моему этого мало давайте все таки узнаем что там есть внутри я постепенно немножечко буду вам рассказывать а может быть даже на все сразу скажу ну во первых это базовая реализация помните я говорил про интерфейс а идентики менеджер в предыдущем видео идите менеджер без префикса а это абстрактный класс который имеет в своем наличии уже реализацию некоторых полезных штучек но в частности а например у меня есть тайма который высадут как бы сказать наружу вы можете использовать своих контроллерах для того чтобы обратиться к макеру который внутри системы зарегистрирован также мне тот самый есть viewmodel факторе о котором опять же говорилось в предыдущем видео где рассказывать теория и собственно говоря identity валидатор вот они оба заинжекчены как-то залиты в зависимости entity менеджеру и соответственно здесь не используется по большому счету в этом менеджере больше ничего нет но этот менеджер позволяет использовать для конкретной сущности дополнительные методы расширения частности например на create существует данном случае три хендлера так называемых которые могут менять там чуть ли не диаметральный пропал противоположно функциональной системы по части в частности по концепции pipeline то есть я могу не просто создать какую-то сущность то есть например выполнить создание методе он креет обработать viewmodel и модел созданный после этого на моменте валидации до момента вставки после момента вставки до после сохранения сущности в базу данных и таки и после успешного сохранения в частности а то есть до сохранения после да такие же такие же штуки которые лишние пробелы такие же штуки практически такие же возможные на моменте редактирования более того все это можно также расширять можете добавить свои все свои которые вам потребуется для дополнительных операций вставить их соответственно базовый контроллер ну вот например в метод пост можете добавить свой здесь работать должен образом общем-то все это открыто у вас прям на япах можете делать с ним все что нужно но теперь давайте дабы привести все это в порядок так я раскидаю классы по классам в смысле классы по необходимым папкам соответственно займет какое-то время я на видео это немножко перемотаю а и Итак, я создал необходимую архитектуру, я раскидал ее по правильным папкам, сейчас мы это проверим. То есть у меня, как я говорил, уже должен быть factory, вот он factory, у меня должен быть менеджер, вот он менеджер, у меня должен быть валидатор, вот валидатор. Ну и квалипоранс я использую по умолчанию, собственно говоря, получается, что у меня все получается. Запускаем приложение, чтобы тестировать, я предыдущую возьму обработку, предыдущую страницу, на которой уже залагировался. Ну, в общем-то, как вы видите, работает. Теперь, собственно говоря, давайте пробежимся по каждому из методов. Итак, для того, чтобы мне добавить метод post, вот в viewmodule у меня оказался пустой. То есть, это не значит, что мне нужно сюда пустой добавить, и все заработает. Дело в том, что у меня просто не назначены мапы. Сейчас я засверну это приложение, открою мои viewmodule, они лежат в папке infrastructure, в папке viewmodules. Я создал специальную папку по категории viewmodules. Ну, собственно говоря, у меня есть самим с собой договоренность, чтобы в папку viewmodule складываться viewmodule и тип именования, тип сущности в единственном числе, а дальше viewmodule. Ну и, как вы видите, вот я этого принципа придерживаюсь, на самом деле, как бы, мне кажется, это очень удобно, потому что все в одной папке по конкретной сущности. Итак, смотрим, у меня есть create viewmodule. Что мы здесь видим, а мы здесь видим, что у нас нет комментариев. Давайте я быстренько сюда напишу комментарий. Тегори, категори, creation, да, точно, вот так будет. Что-то неправильно писал так. Так, вот так, какой у меня пустой, собственно говоря, поэтому у меня и при запросе viewmodule выдаётся пустое сообщение, вот что будет это избежать. Мне нужно сделать, ну, то есть я делаю следующим образом. Обычно я беру 5 и более, я вижу, что у меня здесь name можно заполнить, description, продукты здесь заполнить нельзя, хотя, ну, теоретически, конечно, возможно, но это как бы не тема урока. То есть я сейчас в viewmodule создаю а-ля дублирующие. Да, с одной стороны, конечно, это выглядит как ненужная никому работа, потому что можно создать категорию. Ну, то есть сущность категория непосредственно закинуть в класс, там, всякими unbind, упазать через атрибуты, что-то, в общем, я всегда создаю viewmodule, и это объясняется тем, что со временем сущности усложняются. И потом переделывать, то есть создавать заново viewmodule и выносить функционал на них, это на самом деле очень сложно. Если изначально закладывать такой функционал, как вот заложил я, то есть есть entity, есть entity viewmodule для создания, entity viewmodule для редактирования, то это, на самом деле, очень сильно упростить задачу в будущем. Если вы делаете проект однодневка, идеальный вариант вообще ничего не использовать, просто дабл-кликом можно на веб-форме сделать все, что вам нужно. Итак, продолжим. Я, собственно говоря, создал viewmodule, посмотрел, что мне сюда можно добавить, что мне можно при создании указать. Сейчас запустится, я так думаю, проект, я же запустил, да, я его запустил. Где-то тут он должен показаться. Так, что-то у меня студия, ошибка. А, ну, понятно. Нет, стоп, она вот только запускается. Ага, запустилась, ошибок нет. Проверяем. Вот. Вот у меня получился тот самый operation result, о котором я говорил ранее. То есть в результате у меня указана модель, которая должна быть для того, указана, чтобы потом можно было создать категорию. Вот. То есть, собственно говоря, вот это вот выделенное является непосредственно модель. Вы видели, я добавил два свойства, name и description. И вот нужно, чтобы их скопировать. А все остальное, как бы, вспомогательная информация. Это как раз тот самый operation result. На самом деле, свагер предоставляет такую возможность. Вот смотрите, у меня просто сейчас здесь не указано, потому что я не обновлял страницу. Нажму, если я нажму F5, ну и снова зайду. Ну, именно по это, кстати, я ее не обновлял. Чтобы не заходить каждый раз, я теперь нажимаю категорию, нажимаю try. И у меня сюда viewmodel подставился. Если свагер уже подставляет, то есть вопрос, да, назревает. Если свагер уже все вот сюда подставил за меня, зачем тогда нужен вот этот viewmodel? Объясняю, это нужно для того, чтобы можно было на моменте генерации viewmodel. То есть здесь и вот эту модель сгенерировал свагер при помощи внутренних механизмов. А я вот здесь вот, по идее, генерирую то же самое, но только еще, вот видите, генерирую то же самое, но только это дополнительный метод. Так вот, когда вы вручную генерируете этот viewmodel, я даже сейчас вам покажу, где я и уже на самом деле показывал, где это делается, вот, viewmodel. Вот, здесь у меня вот просто создается то же самое viewmodel. Что я могу сделать? Я могу здесь создать не просто viewmodel, а могу взять настройки пользователя. Ну, то есть, допустим, какая-то другая, более сложная сущность. Я могу указать, например, вот такое вот, введите название. Или давайте категория, категория, категория по умолчанию, да, ну, то есть я могу вот таким вот образом сделать, и теперь, когда я запущу проект. Да, вот он запустился, так, я снова окно закрою. Вот. Смотрите, давайте сейчас обновлю страницу, чтобы уж и было совсем честно, и посмотрим, что сгенерирует свагер для моей модели, и что, то есть, вот смотрите, да, чистая модель, то есть он как выйдет, так и сгенерировал. А если я напишу, запрошу систему модель, да, то есть вот у меня сгенерировалось. Да, конечно, можно задать это значение по умолчанию, но в моем варианте, то есть в моем варианте, когда я это запрашиваю из factory, я могу не только создать значение по умолчанию, но и запросить это значение, например, из профиля пользователя, или там с другого сервера, то есть я могу в этот момент сделать то, что нужно же, там, дополнительные действия, которые могут быть вообще там обращения к другой системе. А когда я укажу вот это значение по умолчанию, вот в этом ее модуле, то есть к регенерации, ну, у меня такой возможности не будет. Ну и давайте, собственно говоря, добавим все-таки первую категорию. Вот я сейчас скопировал этот ремодел, который мне выдал. Я могу и так вот оставить теперь. Ну и вот это, конечно, мне нужна. Вот, description. Ну, description у меня разрешен, ну, да. Давайте я все-таки напишу какая-нибудь общая. Сейчас секунду, мешается мышка. Общая категория. Ой, что ты смотришь в руку, мне кажется, что это не очень красиво. Я нажимаю выполнить, смотрим, что у нас получилось. О, у нас здесь получились проблемы. И вот почему я сделал дополнительно так называемый error handler, чтобы можно было посмотреть, какие ошибки прямо в этом моменте выполнения. Тут, как бы, на самом деле, очень простая ошибка. Автомайпер говорит о том, что он нашел свойства, которые не замаплены, то есть, с которыми он не знает, что делать. Надо сказать, что Автомайпер умеет много распознавать автоматически, но некоторые варианты, конечно, он просто не может физически распознать. Вот. И здесь у нас и говорится о том, что категория Create View Model, когда маппится на категории, у нас отсутствуют поля Products. Совершенно верно. Давайте придем в Автомайпер, как он называется, как они, Мартарс, вот они, категории, Мартарс Конфигурэйшн. Ну, соответственно, да, мы создали в категории Create View Model новые свойства, и одно свойство, Products, если вы помните, вот оно осталось нескопированным. Поэтому Автомайпер говорит, я не знаю, что с ним делать. В общем-то, помоги с этим разобраться. И хочу вам показать, что на самом деле сейчас у нас нету маппинга категории Create View Model на категорию, и мы его сейчас создадим. Так, чтобы не то, нажал, Ctrl-D, это стандартная клавиша. Теперь у меня есть Ctrl-Shift-Alt, стрелка влево. Мне ReSharper спрашивает использовать. Ну, в общем, на самом деле, смотрите, что происходит. Сейчас я подключу все нужные. Смотрите, я могу одной клавкой поменять расположение. Ну, в смысле, не расположение, а последовательность компонентов. Это как бы делает решатку. Мне кажется, это очень удобная функция. Ну, и, собственно говоря, мне нужно здесь все-таки создать этот Create View Model. Вот он он. И маппер, да, который Create View Model на категорию. То есть я при создании из этого View Model буду создавать эту модель и дальше и пользуюсь. Смотрите, сейчас, если я запущу приложение в BitBug, оно мне скажет ошибку. Ну, потому что это свойство я так до сих пор, кстати, и не замапил. Но если у вас эта ошибка такая в дальнейшем появится, пожалуйста, и не пугайтесь. Смотрите, она говорит, сгрызит, говорит о том, что это Автомаппер Configuration Exception. И, собственно говоря, у меня она покажет именно то, что показала и при первом варианте. Ну, то есть конкретно что и на что они замапливаны. И, кстати, вот мы знаем, что у нас не только Product, свойств, сущность категории имеет, но и ID, которые не замаплены, в смысле, с которыми не знаешь, что делать Автомаппер. В общем-то, к Product ID надо вот так вот закрыть, остановить и добавить их в маппинг. Ну, суть такая, да, то есть, когда я создаю категорию, я еще на самом деле не знаю, что это будет, какой идентификатор и какие у них будут продать. Поэтому, с точки зрения, опять же, банальный вредитель, то есть, реабилитаренный бизнес-логики, поэтому у МакПри есть такая интересная штука называется дополнительный там параметр, в частности формы. Я беру какую-то конкретную моборну, в частности, тип поля, да, и говорю, что мне, ну, то есть, тут дополнительный options, ну, я вот так вот, о, через лямбда прокидываю и говорю, что мне надо с ней ничего делать, я хочу игнорировать. И, собственно говоря, я повторю то же самое, но уже для, как это называется, property ID. Вот. И сейчас, если я запущу приложение, ошибок у меня, соответственно, уже не будет. Ну, или, во всяком случае, не должно быть, да, не должно. Я возвращаюсь к тому месту, откуда мы запускали первый раз, потому что токен остался, не поменялось ничего для UI. Я нажимаю execute. И смотрите, что мне пришло результатом. У меня получилось, что сущность добавилась, то есть, ответ у меня 200, то есть, окей. И, что я тут вижу, я тут вижу практически ничего. У меня, в сущность, в e-module вернулся с идентификатора. Ну, видимо, это идентификатор созданной модели. Давайте поправим эту порядкость. Вот, собственно говоря, у меня есть категория, на категории в e-module, map, но сущность в том, что у меня есть и name и description, а еще у меня есть категория в e-module. Я открываю, а он пустой, но единственное, что есть вот этот вот, айдин. Так вот, вот этот как раз, айдин, на самом деле, и за, заматывал мой мэпер и выдал наружу, мне только идентификатор. Чтобы вот это вот все решить, у меня есть такая штука называется вставить в e-module. Я вставил те же самые свойства из категории в категории M. И еще, смотрите, ну, давайте вам сейчас покажу, что это все заработало. Я сейчас создам какую-нибудь новую категорию, соответственно, с другим названием, чтобы мы их могли отличать. категория, ну, что у нас там был, каталог, да, товары, допустим, товары, ну, пусть будут товары, собственно говоря, мне это не принципиально, товары, что-то стерли не то, товары для, для дачи, не знаю. Описание собраны, товары, которые пригодятся, да, на даче. Ну, пусть. Вот, теперь я нажимаю, собственно говоря, execute, и результаты выполнения я уже вижу те самые свойства, которые пришли у меня уже в create new model, который предназначен для просмотра. и я уже, на самом деле, как бы, имею полноценный функционал. Но, давайте я вам еще расскажу про маркерингового акта. Очень, на самом деле, умная штука, и она умеет очень много, в том смысле, что он, что умеет понимать некоторые такие интересные штуки. Ну, например, смотрите, у меня есть, сейчас я вам найду в категории ViewModule, у него есть products. Products – это коллекция, она имеет перечисление, да, то есть collection, а и номер был, у нее есть свойство count, знаете, да, такую штуку? Так вот, если я сейчас во ViewModule создам, как оно называется, свойство, которое будет у меня, имеет значение, тип int, и назову его product count, как вы понимаете, мне маппер выдернет все существующие элементы, посчитает их и положит в это свойство. Давайте я вам сейчас покажу, как это, по идее, должно работать. Это Total Count Items in D-Category, ну, не знаю, у меня привычка писать на английском языке, уж простите, надо было, конечно, русский. Давайте проверим все это работает. На самом деле с маппером тоже отдельная песня, с ним тоже можно долго играться, у него большие возможности, он долго уже развивается, несколько лет, и я нажимаю ОК, и обратите внимание, я даже ничего не мапля, то есть никаких мапов дополнительных не создавал, получил сюда свойство count, ну, естественно, у меня продуктов 0, но я вас уверяю, если бы у меня было какое-то количество продуктов в этой категории, здесь бы была та сумма, та цифра, какое количество их существует. Теперь давайте другой вариант, я хочу вам тоже показать. Давайте я создам другое свойство, ну, вернее, это свойство, перемену, Total Products Count, или Total Products. Вот, сейчас, как вы думаете, что должно подойти, когда я нажму Пуск, правильно, будет ошибка, смотрите, она мне сейчас скажет, что свойство такое, не знает, откуда маппится, и, то есть, оно не совпало ни с одним из возможных паттернов, которые может применить маппер, вот эта ошибка, и она говорит, что свойство не замаплено, не заодно, есть категории. Я сейчас попытаюсь быстренько объяснить, как это работает. Ну, во-первых, я нажму Стоп, вернусь в маппер, смотрите, у меня есть категория, это название сущности, у меня есть продукт. для того, чтобы маппер правильно сработал, я могу, по идее, обратиться, ну, для того, чтобы мне посмотреть количество записей, вот, количество продуктов в этой категории, мне нужно обратиться в слово products.count, согласны? Ну, собственно, неважно. Это именно так. И для того, чтобы это сделать, ну, для того, чтобы маппер это распознал, я могу использовать стандартные названия свойств и дальше через точку, я, по идее, уже буду написать count, но я могу точку упустить и сразу написать count. Именно это я в первый раз и сделал. Вот, смотрите. Products – это название, property account – это название метода. Более того, если у меня, допустим, в категории есть какой-то какой-нибудь класс, который, ну, я не знаю, какой-нибудь, я не знаю, магазин. Магазин, хотя магазин по-английски – это журнал. Давай в shop, допустим, да, если допустим такая сущность у меня с чехол, и здесь у меня вот есть, соответственно, свойство такое, и у этого shop, давайте я все-таки сделаю, чтобы было совсем понятно, я прямо здесь его создам, я не буду его реально использовать, я просто покажу для примера. И у меня, допустим, есть свойство, ой, прошу пока, там, стринг называется shop name, да, и еще, допустим, у меня есть свойство, которое, ну, я не знаю, что-то я тут лишнюю нащелку, property string, пусть он называется, допустим, адрес, вот, ну, а, нет, давайте сделаем еще сложнее, так, я выхожу за 20 минут, и мы идем, пусть это у меня будет и сущность адрес, я сейчас ее прям создам, ну, чтобы уже до конца разобраться с этим вопросом, ой, у меня она подтянула другой адрес, не тот, который я хотел, я хочу оставить, да, мне нужно вот это убрать, и вот это вот убрать, и теперь я смогу сделать вот так, нет, не хочет, но у нас суть, так не в этом, я не гордый, я, давайте сделала там, шелкнет, это мы испачкаемся, пусть будет адрес, и я тогда вот здесь сделаю, sorry, неправильно сделаю, паблик, класс, я вот сейчас вручную создал, я хотел, чтобы у него создал шартер, адрес, и у адреса, вот, соответственно, да что ж ты, зараза такая-то, вот так вот, и сделал, а, я неправильно написал, и печатался, ну, конечно же, поэтому его не нашел, и извиняюсь, адрес, вот, вот так вот, то есть понятно, да, у меня есть сущность категория, у категории есть привязка к шок, то есть это какой-то он привязан, и у шопа есть, то есть у магазина есть какой-то адрес, ну, давайте, там, допустим, drop string, теперь смотрите, для того, чтобы мне достучаться, то есть я пойду, и здесь хочу просто показать, там, во вью-модуле, хочу стринг, показать, что я хочу показать, я хочу, ну, то есть для того, чтобы сформировать мне, допустим, название улицы, так, что тут, стрит, да, я что-то не написал, стрит, вот, то есть я хочу показать, на какая категория, какой улицы привязана, да, то есть, по идее, мне нужно обратиться к категории точка шок, точка адрес, точка стрит, правильно, ну, неважно, да, правильно, тогда я вот слово категория опускаю, первое, что пишу, блин, шок, то есть я создаю новые свойства для вью-модула, которым потом смогу посмотреть, где лежит стринг, то есть суть в следующем, R-Sharper умеет понимать название свойств, ну, с заглавными буквами, то есть, и он автоматически сюда поставит название, как называется там, название стрита, в смысле, как название улицы, из сущности, адрес, олес, адрес, шопа, сущности, ну, понятно, да, то есть пара, что все это распартили, ну, естественно, они должны быть включены в трек, то есть include, да, в запрос, если они будут now, здесь будет now, то есть, если они будут заполнены для сущности, я таким образом могу формировать. Любое изменение вот этого вот паттерна, так называемого, да, при создании нужного свойства, повлечет за собой ошибку, и вы должны будете явно указать, что вы хотите увидеть в этом поле. Ну, теоретически, если я, допустим, напишу стрит просто, то тогда в конфигураторе я должен сказать, что для свойства, как я его там назвал, продукт, вот, шоп, нет, стоп, что я делаю это, так, viewmodel, извиняюсь, это я не туда запихну, это мне вот здесь должна быть ошибка, вот, я должен сказать, что для свойства стрит, я хочу взять, это для этого команда map from, я хочу взять у шопа адрес, а у адреса стрит, но, в общем-то, вот, если я назову свойства вот так вот и без точек, мне этот автомапер сделает автоматически. Пример, да, вот, в таком контексте работает автомапер, очень удобно и, на самом деле, сразу понятно. Знаете, паттерны – это одна из договоренностей, она, на самом деле, очень позволяет легко читать, что, откуда, куда прилетает и кого, куда мапится. Давайте я тогда вот эту штуку уберу. Products Count пусть остается, она не мешает. Дальше, что у нас здесь? Лишние вот эти классы я поудаляю, ибо не цель у нас классы лишние создавать. Вот, ну, наверное, пока на этом все, потому что уже видео получилось длинное. Я для дальнейших подобных маппингов, так сказать, манипуляций, я вот эти действия пущу, но вы имеете в виду, что это работает примерно так, вне зависимости от того, какая сущность и какие маппы. Ну, в любом случае, будут исходники, они будут лежать в гите, вы можете получить, посмотреть, какие маппы она строила, если у вас у самих, ну, самостоятельно не получится создать эти самые маппы. Итак, что у нас получилось? В конечном итоге мы уже можем создавать записи для сущности категории. Вот. Ну и, допустим, у нас, вот я сделаю вот так, да? То есть, помните, что у нас свойство name обязательное, description, но по умолчанию может быть ну. и что бы вы думали? Смотрите, вот когда... Я, наверное, что-то неправильно сделал, да? А, я запятую не поставил. Ну да, это, конечно, плохо. То есть... Ну вот, плохо получилось, да? То есть, я нажал создать, и у меня получилось, что сущность создана. Так, я даже сейчас в базу данных загляну. У меня она тут где-то под рукой. Нет, с категории, свод. Да, понимаете, что у нас name может быть null, и она проскочила. Ну, это же ненормально. Поэтому в следующей версии, ой, в следующей видео мы будем накладывать валидаторы, ну, в общем-то, индексы. В общем, работаем будем с базой, и будем работать с консистентностью базы, чтобы она у нас была адекватной, рабочей. Так, ну, давайте, чтобы я в следующий раз не забыл ее удалить. Я сделаю вот так вот. Что это у нас? Это нам не нужно. Вот, я могу включить редактирование. Я могу удалить. Где-то тут? Вот, delete. Ну, и в следующем видео уже будем накладывать всякие разные ограничения. Всего большого, спасибо. Всего доброго. Подписывайтесь, лайкайте и т.д. и т.п.